Оперативные совещания с главой муниципалитета Алексеем Спаским позволяют объективно оценивать события, происходящие на территории округа и узнавать о новых назначениях и решениях руководства. С 1 ноября начальником управления по культуре, делам молодежи и спорту назначен Петросян Карен Георгиевич. Карен Георгиевич, присаживайтесь. Мы с вами разговаривали. Просьба в интенсивном порядке погрузиться и в формальную сторону, и в неформальную. Заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов отчитался о работе мобильных бригад узких специалистов, работающих в поселениях, и рассказал об участии врачей ВКБ в научной работе. Видном прошла третья ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Качество жизни при лечении онкологических больных». Ее организаторами выступила Видновская РКБ при поддержке международных фармацевтических компаний. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу МЧС России Сергей Дешкин поделился предварительной статистикой по ситуации с пожарами на территории муниципалитета. Всего 309 пожаров в этом году, 321 пожар в прошлом году, гибель в этом году 5, в прошлом 7, пострадавших в этом году 7, в прошлом году 9. Директор МБУ Дорсервис Антон Колесников доложил, что до конца этой недели все дорожные работы в Ленинском округе будут закончены. Завершена работа на кругу, на школьной улице Увникопа, на центральной улице в деревне Белиутова и в Боброво, на участке Крымска. Сегодня в ночь планируем заасфальтировать дорогу до Зеленых Аллей, проезд Рычева, и послезавтра планируем выйти в деревню Калиновка. Начальник отдела образования администрации муниципалитета Наталья Киселева рассказала об успехах в учебе и спорте юных жителей Ленинского округа. Ученица 9 класса Видновской школы номер 1 Дробина Полина стала победителем международного конкурса научно-исследовательских работ «Старт в науке», который проходил в Сириусе. И на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию, который проходил в Рузе с 30 по 2 ноября, воспитанники центра «Дельфин» в общей сложности завоевали 21 медаль. В завершение совещания председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко поделился планами народных избранников на ближайшее время. Депутаты у нас также продолжают встречи с жителями, избирателями. И планируется совет на последнюю декаду ноября. И 12 ноября у нас планируется к отправке очередной гуманитарной конвой. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнар Балаева. Видное ТВ.